В эти дни в Молодежном театре Алтая проходит лаборатория новой режиссуры и современной драматургии под названием «В смысле». И сегодня у нас в гостях два молодых режиссёра, участники лаборатории, гости Барнаула, Евгений Маленчев и Бенемин Коц. Здравствуйте, ребята. Рада вас видеть. Учитывая, что вы первый раз у нас на Алтае и в Барнауле в том числе, не могу не спросить о впечатлениях, потому что знаю, что вы точно были и на родине Валерия Золотухина в быстром истоке. Но давайте с Бенемина начнём. Значит, я первый раз оказался за Уралом. Природа поражает своим простором и какой-то прозрачностью воздуха там, когда выезжаешь из города, потому что в городе это не ощущается. То есть, к сожалению, я думаю... Ну, потому что город большая загазованность, большая. Может, даже это не фабрики, не заводы, это всё-таки машины, я думаю. И там посетили речку тоже. Поэтому это такой загоревший, чтобы вас предупредить. Собственно, это всё видно. Да, да, да. Не зря приехали уже, прям посвежели, загорели. Да. Честно говоря, я чуть-чуть по-другому себе представлял Алтай, когда... Ну, это такой же тоже стереотип, что есть какой-то такой некий Алтай. А на самом деле такой же современный город, каких много... Вы думали, наверное, что это горный Алтай, сразу горы прилетели, вылетели с трапа самолёта. Хотя, я даже не знаю, больше я думал или хотел, чтобы было так. Это действительно, в общем, современный город, как я понимаю, город промышленный, город, в котором живут много людей. Природно-эстетического восторга пока испытывать не приходится, потому что просто мы, в общем, не сильно в современном мире всё отличается в России. Не, ну, если вы доедете до горного Алтая, когда-нибудь у вас будет такая возможность, то я думаю, что у вас это действительно паразит, потому что нам очень нравится, а людям, которые приезжают, тем более. Мы очень надеемся. Давайте тогда немножко к другой теме. А вообще Барнаул. Вы знали что-нибудь о нём, как о городе театральном? Ну, да, что есть Барнаул, что в нём есть театры, что есть молодёжный театр, что есть театр драмы. Ну, то есть какие-то такие азы, конечно, знали, слышали какие-то. Я ещё знал со времён, когда, кажется, главным режиссёром был Золотарь. Ну, то есть я слышал какие-то события, да, о том, что там периодически что-то возникает. У меня ощущение, что Золотарь был главным режиссёром, кажется, в каждом городе. Безде, да, конечно. Но много где-то. Безде называй, не ошибёшься. Я слышу периодически о молодёжном театре, потому что один мой хороший знакомый, коллега, Максим Соколов, работает. Уже не в первый раз в молодёжке. Ну, поэтому, в общем-то, театральный город, да? Можно его так назвать? Сложно сказать. На самом деле мы слишком мало для того, чтобы оценить какую-то такую особенную театральность. На неделе ни одну постановку нет времени на это, и всё. Сезон закрылся, поэтому... То есть мы сейчас не читатели, а писатели? Ну да. Знаю, что руководят лабораторией, в которой вы участвуете, известные в театральных кругах люди, художественный руководитель Центра имени Всеволодомир Хольда, Виктор Рыжаков, театровед и критик Елена Ковальская. В чём состоит их задача, и в чём ваша задача, как людей, которые участвуют? Потому что вы же не вдвоём участвуете в лаборатории. Мы приехали в шестером с нашими однокурсниками. Виктор Анатольевич Рыжаков – это наш мастер. Мы учимся в магистратуре, в школе-студии МХАТ, в ЦИМе, в центре имени Мейрхольда. Виктор Анатольевич, у него задача найти контакт. То есть он связал нас с этим театром, согласовал всё и отправил нас. И потом приедет посмотреть результат и обсудить. То есть он здесь не присутствует? Нет. Угу, понятно. А Елена Георгиевна Ковальская, она директор ЦИМа, вместе с Виктором Анатольевичем руководят этой институцией. И институция, да, можно так сказать? Понятно. И приедут тоже дать мастер-классы, обсуждать как-то новую драматургию. Ну, у нашей лаборатории есть ещё тема. И это совсем не этот слоган в смысле, про который мы тоже можем говорить. Но мы работаем с современным театром для подростка. Это задача, которую мы сами перед собой поставили, сами перед собой придумали. О темах, о которых должен говорить современный театр с подростком. О проблемах, о формах, каким образом. И мы пробуем все режиссёры, всей командой. Это, помимо нас с Беном, это Родион Барышев, Дима Мышкин, Галя Зальцман и Женя Соргина. Все их эскизы, как и наши, будут... Все вы вместе в магистратуре учтите? Да, 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 все мы однокурсники. Все эскизы будут подчинены этой генеральной идее. Собственно, Виктор Анатольевич, Елена Георгиевна подключатся на этапе показов, чтобы вместе с нами, с публикой, с актёрами, с театром поговорить о том, насколько точно мы как-то эту тему исследовали. Ну, я вот прочитала, Евгений, ваш послужной список, и вы уже много где работали, много где ставили. Что считаете своей наиболее удачной постановкой на данный момент, и что будете ставить здесь, на сцене молодёжного театра? Не сложно оценивать самого себя, и, на самом деле, как правило, не люблю это делать. То есть самое важное, самое дорогое, то, что я делаю сейчас, вот то, что я делаю сейчас, это церковь Пресвятого Макчикина с таким специфичным названием, пьеса о шести подростках, которые боятся взрослеть, которые ищут себя, какой-то свой путь в этом мире. Им всем по 15 лет, и это такой этап какой-то самоидентификации, где ты понимаешь, что ты, там, хотел бы быть этим, но на самом деле ты вот этот. Родители хотели, чтобы ты был гений, а ты, в общем-то, не гений. Девочкам вроде должны нравиться мальчики, а одной из девочек нравится девочка, ну и так далее. То есть этот момент, когда человек, да и как и в любое время, так и сегодня, начинает вообще, ну, как бы, осознавать себя. Да. И о том, что это довольно тяжелый момент, вот этот переходный момент, довольно страшный, и сегодня вот плавный переход сделаю к работе Пэна. И сегодняшняя серьезная проблема, это так называемый вот этот синдром Питера Пэна, нежелание человека взрослеть, нежелание человека осознавать реальность, ответственность, какие-то неразрешимые сложности, которые есть в этом мире, и желание скрыться в такой скорлупе собственного мирка и оставаться вечно таким юным, молодым и красивым. Ну, вы немножечко еще тогда, Бенеми, на своей постановке. Вот уже, правда, Евгений практически все рассказал, но он так кратко, потому что вопросов много, а время летит у нас. У меня вот именно пьеса называется «Мой папа Питер Пэн». Это вот о человеке, о папе, который не хотел взрослеть и не повзрослел, то есть он уже не подросток, а взрослый человек, у которого есть ребенок, и все равно он не может понять, что такое ответственность и семья. То есть для меня тема этой пьесы, который, ну, единственный посыл, который я хотел бы, чтобы остался в зрителе, не исследуя никакой морали, в смысле, чтобы кто-то что-то подумал, что это так надо. Я бы хотел, чтобы задумались все о границе, где граница между ответственностью и сохранением в себе ребенка. То есть без ответственности и сохранением в себе ребенка. То есть что нужно искать в этом гармонии, быть и отвечать за свои поступки, за свою семью, и при этом верить в чудо и сохранять в себе ребенка. А ваши эскизы, как вы считаете, будут интересны местным, нашим провинциальным зрителям? Потому что публика, наверное, отличается все-таки, но мы считаем все провинции, все равно. Люди везде такие же, и у них такие же проблемы. Мы, на самом деле, пока еще с этим зрителем не столкнулись и что-то говорить о нем не можем. Пока мы рассчитываем на то, что если эти темы интересны нам, значит, они будут интересны и другим людям. Я так поняла, что критики со стороны зрителей не боитесь, потому что постановки будут открыто обсуждаться. Конечно. А чего нам бояться-то? Мы за этим приехали, чтобы устроить какую-то дискуссию, какой-то диалог, поспорить. И только от этого, мне кажется, может что-то произойти полезное для всех. Да, потому что с зрителем не столкнулись, мы столкнулись уже с театром. И для театра то, что мы привезли шесть пьес, которые были написаны только что в 2018 году, это для них большая новость. То есть с новой драматургией в этом театре не работали, насколько я знаю и насколько говорят. А насколько сильны остальные участники лаборатории? Можете оценить их? Они ваши конкуренты? Участники режиссера? Да. Ну как, они наши коллеги и друзья. Сильнее их нет никого. Но вы не можете назвать их конкурентами своими на данный момент, потому что будут же выбирать все равно лучшую постановку, лучший эскиз. Да нет, я не ощущаю конкуренции с коллегами. В нашей профессии, в нашем деле, скажем, все очень субъективно. То есть нельзя сказать, что что-то лучшее, что-то хуже, это все дело вкуса. То есть то, что выберет директор этого театра, это... То есть последнее слово за директором? Даже не знаю за кем, но то, что выберет, мы не оцениваем это, что выбрана лучшая работа. Ну я просто читала, что... Нет, это лучшее понятие относительное, да, то есть для того, чтобы работа перешла из статуса эскиза в статус спектакля, должно сойтись огромное количество факторов. Бывает, что от лучшего эскиза до спектакля эскиз не доходит. И классный эскиз – это еще не значит классный спектакль. И как бы, да, вот когда мы говорим про лучший, тут же возникает вопрос, а кто будет определять его лучшесть? Как это будет определяться? Каким образом? В постановке уже совсем скоро, да, 27-го, 28-го, по-моему, вы будете показывать. Как вам труппа, как вы работаете с ребятами? Нашли общий язык? Ты нашел? Ну, по-русски мы разговариваем с ними. Актеры очень подвижны. Вы говорили, что у вас новая драматургия, такую они никогда не ставили в молодежном театре. Как они воспринимают материал? Осторожно. То есть мы разговариваем о том, чтобы наша оценка этих персонажей тоже присутствовала, что они не... Это правильно, они очень хорошо понимают это и работают, что задаются вопросами и хотят, чтобы это было объемно. И как-то все идет. По плану. Я так поняла, что для вас не важно, кто из вас станет победителем, да? То есть кто поставит свой спектакль на нашей сцене. Для нас это не конкурс. А что для вас самое главное в этой лаборатории? Это опыт, это тема, это возможность... Ну, это, как всегда, это встреча с новым материалом, с новыми людьми, с новым театром, с новой публикой. Это вообще сама идея, это уже такая серьезная проверка себя. Потому что если у тебя что-то получилось где-то, это совершенно не значит, что у тебя что-то получится тут. И каждый раз это абсолютно неизвестное какое-то... И в этом, ну, для меня, наверное, главная интрига. Я желаю вам удачи, чтобы вы приобрели этот опыт. И надеюсь, может быть, постановка каждого из вас будет на сцене молодежного театра, как спектакль уже отдельный. Спасибо. А я напомню, что сегодня мы говорили с молодыми режиссерами, участниками лаборатории, которые сейчас проходят в Молодежном театре Алтая, гостями Бринуэлла Евгением Малинчем и Бенемином Коцем.